Друзья, всем привет! 18 декабря 2018 года, 3 часа ночи, улица Красных Партизан. Около месяца назад приблизительно было написано обращение по всей улице Красных Партизан. Мы проезжали мимо ресторана Сената. Помните, где чувак со стволом выходил и приставлял его к голове журналиста Алексея Шамардина? А это вот у нас ресторан Сенат, ребята. Написано, парковка посетителей ресторана Сенат. И вот, ребята, даже одной лягушке мне открыть не дадут. Дай мне одну. Оставьте Андрееву, вы что? Ребята, ну Федор, ну Федя, ну жадный, а? Не трогай моя. Тогда не одну открыть. Моя сказал? Блядь, они уже бьются за лягушки. Нападает на меня. Нападает. Чего? Чего там? Пугается. Чего там такое? Что? О! Вот же я брал. А? А открыли. Какие-то штуки препятствуют, ну, припарковаться. А кто хочет припарковаться? Люди, люди, которые мимо едут. А ты какое отношение имеешь? А ты какое отношение ко мне подошел имеешь? Я хозяин этого ресторана. А почему на ты? А почему ставить это лягушку? Мы с вами на вы, вроде бы. Так как? Потому что я хозяин, эта территория, она прилегает к этому ресторану. А она в аренде? Есть документы. Можно сказать? А ты кто? А ты кто? Я пешеход. Ты кто? Ты что? А что мне кажется? Граждане, пешеходом приходите. Да, конечно, конечно. Потому что у меня есть вопрос. Я хочу поставить машину, а не могу. Ну, поставь свою машину. А почему ты открыл себе лягушку? А чтоб другие поставили. Я хочу все люди поставить, например. Вы поставьте. Ну, а зачем вы закрываете территорию? Если она не ваша, вы не имеете права. Я тебе ответил, я на твой вопрос. Если ты хочешь поставить свою машину, возьми поставь. А с чего вы регулируете здесь? А если хотят, то на временном есть. Так вот, тогда весь спор возник из-за капканов, именуемые в простонародье лягушками. И вот с удивлением обнаружили мы, что лягушки эти исчезли. Видите? Нету больше лягушек здесь. Но вкопаны какие-то непонятные трубы. По мне, так это все тротуар. А, вот куски лягушек. Давай, это вот демонтируем, наверное, последний. Вот так, подержи. Так. Вот и все. Вот, демонтировали. Кусочек. Не доделал кто-то. Все, а здесь парковка на тротуаре. Парковка на тротуаре, совершенно верно. Надо доработать, наверное, здесь. Да, и тут лягушки нету было. Все, убрали лягушки на Сенате. Больше здесь никто не блатует, не закрывает. Но нужно урегулировать вопрос с тротуаром. Официально нужно закрепить документально, что вот это вот тротуар, а вот здесь парковка. Потому что пока это все является тротуаром. Никаких автомобилей здесь не должно быть. И все должно быть по закону. Дабы этот гражданин с пистолетом научился жить все-таки по закону, а не по понятиям. Но это в будущем. Наверное, в следующий раз рейд здесь надо будет. Следующее место, о котором хотели сказать, то вот напротив. Видите, вот блокираторы установлены. Тоже нужно снять их. Нужно обратиться в ГИБДД, Дорнадзор, администрацию. Потому что в прошлый раз я уже писал по этим лягушкам. Но, к сожалению, мер не приняли. Наверное, крутое заведение. А какой же адрес здесь? Ничего. В следующий раз я еще напишу обращение. Надеюсь, в этот раз реагируют. Видите, по Сенату же среагировали. И сейчас нужно заехать на клинику Солнечную и на прокат инструмента. Посмотреть, как там дела обстоят. И вот здесь обязательно. Адрес я тебе перешлю. У меня есть адрес этого заведения. Записано. Я писал обращение по этому поводу. Надо будет писать еще. Друзья, а это у нас клиника Солнечная. Помните? Ролик про Рэмбо. Когда приезжали охранники. Вон там будка охраны. Там, наверное, охранник злой сидит. Сейчас вот эту. Как раз каждому по конструкции. И вот эту я сейчас открою. Вон еще и релакс приехал. Уехали, красавцы. Видел, заметил мусори. А зачем вы сейчас бычок выкинули на дорогу? Охранник. С какой целью вы загрязняете город бычками своими? Скажите, пожалуйста. Бычки бросаете. Бычки бросаете. Я вам замечание сделал. А кому замечание с рукой мы брали? Почему? Потому что. Должно лицо. Есть статья такая. Да, должностное лицо. Привлеки меня по статье. Привлеки. Что? По статье привлеки меня. Так уж я тебя привлек. Ну да. Если я нарушаю что-то. Ты нарушаешь. Ну ты мой. Привлеки. Я не хочу, чтобы ты меня снимал. Так это едь меня. Я тебя не буду снимать. Нет, я здесь стою. Я здесь стоял до этого. Ты подошел, да. Терпи вы. О, какие. Прям страшные, да? Да, напугать решили. Рэмбо. Смотри, у меня тоже черные очки есть. Бронежилетами своими. Прям этими дубинками. Смотри. Может пистолет даже есть. Здесь тоже были установлены блокираторы металлические. Ну вот сейчас мы видим, что их нет. Ни одной. Все убрали. Так что труд не проходит даром. Пишем обращение. Устраняем недочеты. Мотивируем этих горе-бизнесменов делать все по закону. Чтобы было все согласно правилам дорожного движения и тому подобное. Чтобы все было по закону. А не как они привыкли. Взять кусок проезжей части или тротуара и превратить его в свой парковк. В угоду своему бизнесу и в ущерб интересам граждан. Но не будет так. Поэтому будем заниматься дальше. Наводить порядок. И добиваться результатов. С вашей помощью друзья. А это друзья Голливуд. Помните? Алексей здесь закрывали. Внутри. И тут тоже были установлены блокираторы. А это у нас отель ребята. Здесь я уже был как-то. А что это такое? Перед нами закрыли. Что это? А не дверь закрыли. Алексей закрыли внутри. Не звайте 102. Это ограничение свободы. Это что такое? Я вызываю. И тоже как и везде нам кричали здесь. Что ничего мы не сделаем. Что мы бездельники и так далее. Вот видите. И тут нет блокираторов. Сняли. Друзья сняли. И что бы мне не говорили там. Что я никчемный. Бесполезный. Что Алексей такой же. Но тем не менее мы добиваемся результатов. Заставляем их жить по закону. И не ограничивать права других граждан. И вот так будет везде. Куда мы успеем добраться. И даже если сотрудники полиции не хотят работать. Мы все равно заставим их это делать. Будем писать обращения. Будем все это фиксировать на видеокамеру. И добиваться справедливости. Это друзья. Роспрокат. Помните здесь флаг был. Конструкции. А вот и эти конструкции. Прокат оборудования. А вот так у нас. Привязывают цепи. Ребят. Цепями. Проволоками. Вот это красота. Вот еще одна конструкция. И еще одна. Ой, упал. Ой, упал. Помогите, пожалуйста. Сам упал. Сам. Сюда положим, пока он сам уберет. Ай-яй-яй. Так, Андреева испачкали. Это что такое? Предел полный. И себя, и меня. Блогеров. Блогеров. Сейчас мы видим, что ни конструкции, ни флага, ничего здесь нет. Все. Все убрали подчистую. Но, к слову сказать, на одном дереве остались гирлянды вот эти вот. А на втором, видишь, сняли их. Видишь, нету на втором. Кажется, что культ будет. Они украшают, может быть, не мешают. Да это просто они тут не сняли. На одном-то дереве сняли, а тут нет. Ну, ничего. Попросим снять. Нечего на муниципальные деревья крутить. Здесь тоже что-то они выставили. Надо красивые гирлянды. И вот я писал обращение. Помнишь, здесь была парковка для велосипедов? Да, помню. Ее тоже убрали, потому что не должна на газоне она стоять. И ходили тут все. Поэтому убрали даже парковку здесь для велосипедов. Нужно парковку для велосипедов сделать в нормальном месте, где асфальт. А не грязь развозить с газона. Вот так вот, друзья. И зачистим мы в скором времени всю улицу Красных Партизан. Точнее, ее отрезок от улицы Тургенева до улицы Трубилина. Ну, а дальше пойдем в сторону другую. От улицы Тургенева до улицы Рашпольская. Будем защищать улицу Красных Партизан. И в скором времени здесь будет порядок. Ну, а сейчас отправляемся домой. Уже очень поздно. А нам еще нужно немножко поспать. Потому что все мы люди и нам нужно спать. Поэтому всем пока. И до скорых встреч.